Охраняется государством, но разрушается временем. Судьбой единственного памятника архитектуры в Певуральске заинтересовалась прокуратура. Проблема в том, что у здания нет хозяина и оно ветшает. При этом сам особняк пользуется популярностью у любителей фольклора. Снести нельзя оставить. В специальном репортаже Таисии Пономаревой. То ли голоса наших предков, то ли сама история наполняют каждый уголок старинной усадьбы. Однографическое пение в Певуральске можно услышать только здесь. И пока наслаждаешься звуками музыки внутри, на какое-то мгновение забываешь о том, что снаружи этот храм народного искусства походит на покосившуюся развалину. Прогнившие бревна, выбитые стекла, самому зданию уже более сотни лет, и его не пощадило время. Пень на дороге или памятник архитектуры? Этой дискуссии уже более 30 лет. В 1987 году первуральцы сами спасли старинный дом от сноса. С тех пор здание признали усадьбой 19 века и дали официальное звание памятника архитектуры. Этот памятник архитектуры единственный в Певуральске. И пока вокруг вырастают многоэтажки, общественники готовы до последнего защищать усадьбу 19 века, в которой каждый уголок хранит свою тайну. В этой стене в 60-е годы нашли буквально оружие, пистолет. Видимо, или во время гражданской войны кто-то припрятал. Еще одну ценную находку любители старины нашли в русской печи. Когда мы пришли, она была частично разрушена. Вот этот угол был разрушен у нее, и мы уже, собственно, собирали этот. И там внизу, в разрушенном углу, в самом низу, была заложена монета. Монета 1870 года. Мечтая создать здесь музей, за три десятилетия общественники собрали внушительную коллекцию предметов народного быта. В этой комнате у нас собраны разные старинные предметы. В частности, допустим, зеркала, сундуки старые, мебель старая, горки. Культурное богатство Певуральской усадьбы уже оценили многие известные люди. Среди них народная артистка России Елена Сапогова и кинорежиссер Сергей Мирошниченко. Впрочем, сами горожане знают старинный дом еще и как место проведения вечерок с традиционными русскими песнями и танцами. Нередко такие посиделки заканчиваются свадьбами. Атмосфера, атмосфера-то домашняя. Здесь ты можешь совершенно спокойно узнать человека поближе, но при этом не сближаясь с ним. То есть здесь народ общается постоянно. И в играх, и в песнях, и в танцах ты познаешь, присматриваешься. И уже когда у нас все пары, долгожители друг с другом, я имею в виду, разводов практически нет. Место встречи местного казачества или площадка для репетиций фольклорного коллектива. По мнению первуральцев, дом нужен для того, чтобы сохранять народные традиции. А чтобы можно было прийти и увидеть своими глазами, услышать своими ушами, побывать, встать и станцевать кадриль молодежи. Почему бы не станцевать? Почему только рэп или еще чего-нибудь там? Русского-то ничего не оставалось. Почему, не русские, что ли? Удастся ли сохранить само здание – вопрос открытый. Последние его жильцы съехали в 1987 году. И с тех пор у этого дома, по сути, нет хозяина. Чтобы сохранить памятник архитектуры, прокуратура обратилась в суд с требованием обязать первуральскую администрацию взять усадьбу на баланс. Однако городские власти указывают на то, что по документам 1136-х здания все-таки принадлежат частным лицам. Если все-таки будет принято решение об обязании администрации принять муниципальную собственность, спорную долю, распоряжение данным имуществом возможно будет только с согласия всех собственников. Пока длятся судебные тяжбы, общественники строят планы на будущее. Чертежи и макет обновленной усадьбы уже готовы. Вот так должен выглядеть наш дом, жемчужина нашего города. Но пока средств на восстановление здания нет, остается лишь ждать решения областного суда. В июне суд определит владельца усадьбы. Таисия Пономарева и Вадим Шолохов. Новости Первуральск.